слава богу братья и сестры я думаю я буду говорить о теме которые стимой теме тоже как бы подходится и знаете это проповедь одна самая первая ко мне говорится если даже если один человек из из нас как бы примет на сердце то будет уже хорошо недавно мы праздновали новый год и весь мир делает такие новогодние резолуции и мы как христиане также делаем такие чтобы больше библии читать что больше молиться больше жертвовать но я бы хотел тоже добавить что-то чтобы мы как бы тоже подумали и тоже старались делать это трудиться для господа и я думаю что каждый из нас может посмотреть свою жизнь и себе сказать что да я бы хотел чтобы я больше трудился для господа аминь аминь многие из нас когда мы слышим о труде или ну слышим в труде для господа мы думаем о пении о проповеде и стихах перечисляем эти категории и как бы себе стараемся смотреть где мы подходим смотрим что может у нас голоса нету или не можем на сцене на сцене быть что проповедовать или или молиться или что-то но это просто обман который мы говорим себе и и дьявол как бы старается чтобы на этим держали что для господа не ничего не могу я не я не хочу я не способен я ничего не умею я тоже ничего не умею мы все мы все бессильны но с господом мы все сможем аминь аминь и я бы хотел сказать что трудиться для господа это не только то что мы делаем в церкви это один из один из способ чтобы что трудиться для господа но это не все и то что мы приходим в церковь это не значит что мы трудимся для господа они это ничего не значит что мы пришли в церковь и просто сели и будем кушать будем сидеть и слушать то что кто-то говорит труд для господа это есть исполнение воли божьей не хотел бы прочитать из эфицианам 6 глава 5 стих по восьмой рабы повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего как христу не с видимою только услуживостью как человека угодники но как рабе христовы исполняя волю божию от души служа с усердием как господу а не как человеком знаю что каждый получит от господа по мере добра которые он сделал рабе или свободны трудиться для господа это исполнять волю божью независимо от того кто смотрит или или кто кто видит и что-то какие какие-то комплименты может сможет давать если мы хотим сделать что-то действительно господа нам нужно искать божью волю божью волю нет не то что человек нам говорит это что мы чувствуем наши чувства они приходят и уходят но то что с божьей воли связано и что бог нам говорить и когда мы в божьей воли мы не будем искать эти комплименты мы не будем искать чтобы кто-то дал нам внимание или или пободрил наша сила приходит от господа и будем искать совершенную волю бога чтобы мы были правильны перед ним они перед глазами человека и когда человек находится воли божьей и не волнует что люди скажут о нем то он действительно ищет бога и бог смотрит на это и видит его сердце что он трудится не ради человека ради него и нам больше важно что бог о нас говорит чем чтобы людям а люди о нас говорят аминь нам важно что бог говорит и более бог как бог смотрит на нас и чтобы трудиться для господа по его воли мы должны искать его лица в молитве не просто так выходите и что попало и делать но молиться и искать господи что ты хочешь от меня чтоб я сделал много раз когда мы молимся мы просим бога о вещах боже дай мне это дай мне это дай мне это благослови это богослови это но я хотел спросить вас когда был последний раз когда в молитве просто просили что бог хочет от вас не что вы хотите от бога а что бог хочет от вас не то что бог благослови меня я хочу это сделать а бог что ты хочешь меня чтобы я сделал потому что я знаю если я буду там где ты благословение придет мне не надо его искать оно будет благословение от тебя потому что я в твоих руках я в твоей воли важно как мы готовимся к работе божией не так просто как все равно а для господа пойдет пойдет последние пару минут что-то сделал а для господа пойдет пойдет он видит сердце это тоже обман нам нужно стараться для господа мы стараемся так много для человека чтобы угодить человека а для господа мы хотим ничего делать обласловение чтобы было я прочитаю еще от тимов 2 тимофея 2 глава 20 стих по 21 первым а в большом доме есть сосуды не только золотые а серебряные но и но и деревянные и глиняные и один в почетном а другие в низком употреблении и так кто будет чист от всего тот будет сосудом в чести освященным и благотребным владыке годным на всякое доброе дело юношеских юношеских похотей убегай одержись правды веры любви мира со всеми призывающими господа от чистого сердца вот как нужно готовить себя к работе божьей мы должны оставить наши наши плотские дела чтобы мы были чистые перед его лицом чистые от все что в этом мире и мы должны держаться подальше от наших плотских похотей и от своих греховных желаний а сосредоточиться на господа отдать ему все как как тима говорил отдать ему полностью сердце свое иногда мы делаем вещи которые может даже мы думаем не является грехом но она все равно отвлекает нас от полной воли божьей она время занимает и и может это не грех но она занимает времени можно молиться искать божьего лица и на это это тоже важно чтобы мы уделили много времени в молитве слове божьи мы должны понимать что нам надо быть чистыми для причины чтобы быть полезны для господа если мы не будем чистые как мы сможет бог употреблять нас он хочет что мы от греха стали ну чистыми чтобы он был как здесь на английском написано set apart as holy как бы поставлен на по стороне что это святой и я могу употреблять этого на как на всякое время это не просто для того что мы молись сказать что я святой ну воздержание это от греха это это один шаг но результат должен быть что мы для бога готовы трудиться что бог может делать через нас работу потому что ну как сказано здесь годным на всякое доброе дело что мы можем сделать ну что мы можем сделать как люди если мы чувствуем что у нас нету способности или нету возможности в церкви трудиться как бы думаем что проповедника уже хватает пение уже хватает не надо ничего делать стихов тренинг не надо но я хочу тоже говорить об одном вещь я считаю что у нас больше всего есть возможность трудиться для господа вне в церковных зданиях не в церковных зданиях а в мире трудиться для господа нам просто нужно быть открытым для этого и я верю что есть очень полезные для нас и для людей когда мы открыты чтобы работать вне церкви я хочу прочитать от матфея двадцать восьмая глава восемнадцатый стих по двадцатый итак идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа уча их соблюдать все что я повелел вам и все я с вами во все дни до скончания века аминь перед тем как иисус и шел с землей он дал ученикам работу он дал им задание труд и он сказал им чтобы они пошли и сделали учеников со всех народов и мы как христиане должны понимать что в мире существует миллионы людей которые не знают бога или они и даже если они не знают они не хотят служить потому что они не они не видят видят себя виновным в чем они не видят видят что им нужно иисус христос и мы должны показать им иисуса христа настоящую любовь иисуса христа но как мы это делаем интересно здесь что на английском написано teaching them to observe all things здесь в русском нету такого но есть соблюдать но что перевести observe это как наблюдать so teaching them to observe то есть им нужно видеть учение иисуса христа тоже что не только слова что я могу говорить и говорить а в жизни своей я ничего не делаю и этот любовь и этот мир и и жизнь иисуса христа во мне не существует я могу говорить и говорить но это не будет менять человека много говорят в этом времени нужно показать чтобы они видели видели что иисус христос в нас живет что тот что-то не совпадает с их ней культурой что что-то другое чувствую иисус говорит нам сегодня и что я понимаю что есть недостатки понимаю что вы можете думать что вы не подходите для этого но вам не нужно петь вам не нужно говорить стихи или делать что-то обязательно в церкви но имейте чистое сердце чтобы я мог использовать вас будь примером для окружающих вас людей чтобы люди видели вас видели нас и видели христа видели любовь христа и хотели поменять свои сердца чтобы мы были примером для всех я хочу чтобы я хочу чтобы мы поделились с этим любовью который иисус нам дает потому что иногда я просто думаю по себе как 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 селфиш или как жадно мне что я держусь за за иисуса христа любви и никому не никому не даю никому не не расскажу об этом чтобы никто другой не мог почувствовать это это так просто селфиш так жадно и и и многие из нас мы просто в комфорте и нам все равно что ли что людям вокруг нас люди умирают люди в депрессии они не знают какой результат в жизни но мы имеем answer мы имеем способ для все мы имеем иисус христос и он поможет нам во всем и если у нас будет смирение и чистое сердце бог бог может использовать нас чтобы мы чтобы привести к нему других людей в мире которые не знают иисуса христиан не надо в африку ехать не надо в мексику ехать это хорошо но если в доме твоем если в районе твоем и и в школе и в работе если они не знают что ты христианин то ты проблема есть если не они не видят что тебя что-то другое и они не интересова интересуются в этом то что то есть какая-то проблема я хочу чтобы мы все посмотрели в нашей жизни как я выгляжусь перед людьми не то что я хочу чтобы они говорили хорошо обо мне но я хочу чтобы они знали что во мне есть иисус христос и что мы были примером для других людей и это может быть нашим труд просто быть примером иисуса христа перед людьми людьми я хочу еще прочитать от иоанна иоанна 4 глава 27 стих по 34 в это время пришли ученики его и удивились что он разговаривали разговаривал с женщиной однокож ни один не сказал чего ты требуешь или о чем говоришь с нею тогда женщина оставили оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям пойдите посмотрите человека который сказал мне все что я сделала не он ли христос они вышли из города и пошли к нему между тем ученики просили его говоря равви ешь но он сказал им у меня есть пища который вы не знаете посему ученики говорили ему говорили между между собою разве кто принес ему есть иисус говорит им моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его иисус говорит этой женщине и она настолько ободрила что она возвращается в свой город и начинает всем рассказать об об и спрашивать это иисус христос ли иисус делает то что бог хочет чтобы он делал и по этому он исполняет волю божию и тем временем ученики говорят иисусу есть но он говорит моя еда исполнит волю божию настолько сильные эти слова что иисус христос говорит что я питаюсь от службы для отслужения других что когда я служу друг этому женщину я питаюсь сам иисус говорит что да иисус говорит что если я исполняю волю божию и питаюсь от этим и я столько раз слышал от людей что они спрашивают что хоро что хорошего того что вы проповедуете другим и делаете все это для бога а вы не уделяете время для себя или для семью ты можешь питье потерять все все силы и упасть сам а я вообще это в этом не верю потому что когда мы работаем для господа и исполняем ее его волю это сам по себе укрепляет нас когда мы молимся о кого-то ими или видим результат или не видим это самого себя укрепляет нас мы почему-то у нас в такой ну в нашем разуме что я буду помогать людям а мне ничего не будет это неправда когда мы работаем для для кого-то или помогаем друг другу это тоже питает нас нам нужно меньше думать о себе и думать больше о других думать больше от чего бог хочет от нас опять в нос чтобы искать воли божьей в молитве но когда мы делаем что-то для бога нам нужно понять что мы нуждаемся в нем они он в нас потому что иногда мы достигаем такого такого момента в нашей жизни когда мы думаем что мы так много делаем для бога что мы если мы остановимся эту работу делать которые мы делаем то она остановится и не будет его это тоже отман мы мы как бы создаем впечатление что богу нужно чтобы мы что-то сделали если нет если так ты так думаешь другой друг тогда остановися и ты увидишь как без себя бог поднимет человека и без тебя бог сделает труд потому что бог любит свой народ и бог хочет чтобы люди трудились он хочет чтобы он хочет помочь людям и он может поставить кто-то на твоем месте и ты будешь стоять в стороне ничего не делать это не знаешь ты не будешь знать куда куда идти ты будешь без труда беспомощный то не не думай ни в каком случае что бог не или бог нуждается во мне чтобы я что-то сделал ему мы нуждаемся в боге и нам нужно всегда нуждаться в богу я прочитаю последнее место в причем 14 глава 4 стих где нет волов там ясли пусты а много прибыли от силы волов и это будет мой последний пункт я хотел бы отдать им говорить что когда мы работаем для бога не ожидайте что все будет легко что все будет благословенно что все будет так как вы хотите но реальность что это почти никогда не случается так как мы хотим почти никогда когда мы трудимся для бога потому что он имеет свой план он имеет свою волю иногда мы чувствуем себя ну самым ну после чего-то я это много раз испытал что после или проповеди или пения чувствуешь себя ну самым великим позором в мире и и просто чувствуешь что все я никогда больше не буду проповедать я никогда не буду петь никогда не буду помогать все мне не получается просто стыдно мне но когда вы ничего не делаете у вас не будет никаких забот не будет никаких критики критики или ошибок но вы не будете волей божьей и вы не будете ничего делать у вас не будет никакого плода да не будет стресса не будет не будет вы будете в комфорте но для но за этого никакая работа не будет будет у вас чисто как здесь написано где нет волом там я если пусты там ничего не надо делать там чисто не надо ухаживать за ничем но потому что там есть волов там есть работа есть плод но там будет грязно это это нужно понять как люди что когда мы трудимся для бога это не будет все так так хорошо так плавно как мы хотим нет будет грязно будет болеть иногда иногда будет позорно не хочешь ничего делать но зато будет плод зато бог может тебя использовать и это будет важнее чем твой комфорт или твоя чистота недавно я как бы ну чуть пример расскажу недавно мы были с нашим молодежным хором в Портленд и у меня было где-то ну от десяти до пятнадцать песней которые мне надо играть и петь ну для программы и у нас было две служения ну одним за другим и у меня просто все в голове ну все эти мелодии все эти слова все ну тональности все это я уже не не могу определить какая песня какая песня у меня просто все как в одно я не знаю что что мне даже петь или играть и я просто так устал после этих двух служений просто и мне никакое слово даже не подходит и у меня я смотрю в свой блокнот и смотрю что следующее окей что следующее окей что следующее и и уже две служения подряд и мне просто так было тяжело и и морально и физически и и после это еще я болел я кашлял и и голова болела и я просто после этого думал себе все я беру я уже я ничего не хочу делать и мне уже надоело уже только сколько много делать но вы знаете после после служения мы кушали с молодежью и и брат мне подходит и говорит хочешь спеть завтра на молодежные и я так в своем голове думаю я вообще не хочу я просто хочу спать и но он мне спрашивает и спрашивает и я наконец-то согласился чтоб спеть и то я попал на молодежную и что-то Бог положил на сердце посвидетельствовать то я я встал и начал свидетельствовать и и спел и где-то двадцать пять минут я говорил я просто дух святой так вел я даже не знал что я буду говорить но просто говорил и после это многие приходили такие ну просто благодарные Господу за свидетельство я говорил о стилении о том что Бог делает в моем жизни и многие ободрились и многие говорили ну просто слава Богу и это для меня было такое укрепление что что я уже говорю себе я каюсь я не хочу оставаться бездельничным я не хочу просто сидеть я не хочу никакого я хочу трудиться для Господа потому что мне самое важное что человек может что-то приобрести себе что он может если он он проходит время тяжелое он может услышать что-то или видеть что-то видеть любовь и это может его укрепить не будем стоять в стороне потому что если мы будем бездельничны если мы будем ничего не делать да будет чисто и все не будет никаких проблем но никто не будет видеть лицо Христа через нас никакого плода не будет и я просто себе от этого момента просто говорю что я буду позором каждый день но главное что будет плод для Господа что кто-то может укрепиться в чем-то да много времени это может зайти но я бы хотел это этого и братья и сестры я хотел чтобы старались больше работать для Господа я не говорил это себе что что вы думали что-то обо мне я просто говорю что я хочу что мы искали Божьего лица и будет трудно и будет момент когда мы хотим просто все оставить но если мы оставим Бог займет кто-то другого в наше место и мы будем ничего не делать и нам будет тяжело потому что тяжело без этого духовной пищи мы тоже напитаемся от помощи для других я хотел бы чтобы мы просто смотрели свою жизнь давайте будем искать волю Божью будем искать и будем выходить из нашего зона комфорта даже если мы устали или потерялись но будем меньше думать о себе больше о других как я могу помочь кому-то и если у нас будет такое мышление мы сможем помочь многим людям и в свою очередь тоже укрепить себя аминь 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 аминь